всех приветствую дорогие зрители канала герчики ком с вами виктория севчук тема данного видео будет о том как понять куда пойдет рынок самое главное да в принципе направление а как понять куда пойдет инструмент и неважно какой рынок выторгнуть в первую очередь что такое направление и из чего он состоит направление это предпосылки то есть самое важное что мы должны видеть на графике это предпосылки к определенному сценарию и данный сценарий должен быть у вас торговой системе данный сценарий вы должны понимать вы должны себе его прописать вы должны его отработать на графике ранее до прежде чем торговать поэтому данные предпосылки если вы видите вы можете по этим предпосылкам определить направление направление сто процентов трейдер никогда не сможет определить В принципе, любой трейдер, неважно, сколько лет он торгует, потому что 100% прогноза в трейдинге такого вообще термин не применяется. Мы всегда говорим нам, скорее всего, 90%. Мы можем говорить процентаж, скажем так, вероятность того, пойдет ли инструмент или нет. Опять же, эти все цифры тоже взяты не просто так. Как мы это все себе объясняем, почему вероятность высока, почему вероятность ниже. Если, например, мы видим определенные предпосылки, потому что бывают картинки менее сильные, бывают картинки более сильные. Чего это зависит? Опять же, зависит от уровня. Все сценарии, которые вы торгуете, они зависят от уровня, от силы уровня. И предпосылки также зависят от силы уровня. Теперь давайте вернемся к предпосылкам. Что значит предпосылки? Какие они бывают? Предпосылки бывают к развороту инструмента. Например, инструмент, мы ловим его либо на каком-то развороте, на каком-то определенном уровне, либо мы его ловим на пробое какого-либо уровня. Что такое разворот? В разворот ходят у нас такие определенные формации, сценарии. Это уложенный пробой и отбой. Пробой, он торгуется проще. То есть, пробои нам достаточно просто. Просто пробой уровня, закрытие выше либо ниже ценовой отметки. И мы уже примерно можем понимать, что инструмент дальше пойдет пробивать уровень. Какие уровни мы берем? Опять же, чтобы понимать направление рынка, мы берем сильный уровень. Конечно же, да, тем более, если вы торгуете, а я рекомендую торговать все-таки крупные таймфреймы, начиная с дневки, да, если вы смотрите мелкий таймфрейм. Опять же, я не против, чтобы вы торговали мелкие уровни, да, какие-то локальные, я имею в виду, уровни внутри дня. И так же можно торговать. Но ваша дневная зона должна быть хорошей. Что значит хорошей? То есть, дневная зона у вас должна быть незараженной, как минимум. И у вас должен быть АТАР, да. Еще, да, момент. Предпосылки, да, я сказала, и АТАР. Соответственно, вот эти вот критерии. Уровень предпосылки АТАР, они вам строят, и они вам показывают направление, дальнейшее направление инструмента. Вы также направление можете определять как внутри дня, так и в средний срок. Внутри дня, соответственно, все зависит от АТАР, потому что внутридневная торговля, она очень сильно зависит от АТАР, потому что если АТАР дневной пройден, вы, приятно, что-то поймаете внутри дня. В средний срок также нужен АТАР, но в средний срок в чем суть? Там нужно ждать, потому что иногда та дневной проходит инструмент, нужно подождать, когда он консолидируется, и, возможно, он пойдет дальше, или он пойдет на разворот. Опять же, это все подсказывают предпосылки. Теперь давайте я вам покажу примерно, как это выглядит. Я вам нарисую в пейнте, как примерно вообще понимать предпосылки, что такое предпосылки. Например, если мы видим, что инструмент начинает как-то вот прям вот такими паранормальными барами идти, прям очень огромными такими паранормальными барами, он идет. Соответственно, когда мы видим, что у нас идет движение из больших баров, это что значит? Ну, уже связанный вопрос, да, потому что идут высокие объемы, и это, скорее всего, до 90% вероятность того, что у нас будет откат. Либо у нас будет разворот вовсе, либо у нас будет какой-то небольшой откат, на котором мы также можем заработать. Из чего может состоять откат? Откат может состоять из, точнее, да, разворот. Он может быть лимитным, да, то есть что значит лимитным? Уровень могут образовать вот такими вот касаниями, да, то есть практически копеечка в копеечку, что три бары как минимум должны быть, чтобы мы оторговывали лимитный уровень. Либо они нарисуют ложный пробой, да, то есть, так, мы сейчас вот это вот стерем, чтобы было понятно. Либо они нарисуют ложный пробой. Опять же, мы ориентируемся. У нас есть что? Во-первых, у нас есть понимание, что у нас оттар здесь пройден, паранормальные бары два, да, то есть первый оттар пройдет, второй, это когда паранормальные бары идут, это, скорее всего, разворот. Мы себе рисуем уровень, да, и, соответственно, если инструмент, так, если инструмент рисует вот такой вот хвостик, так называемый, так, сейчас, вот такой вот хвостик, да, и мы понимаем, что бар закрывается, да, ниже и открывается, точнее, открывается и накрывается ниже, это LP. Соответственно, наша точка входа где-то здесь, да, то есть либо мы заходим сразу в LP, либо мы заходим уже позже на следующий день. На следующий день, соответственно, всегда заходить безопасно, потому что мы понимаем, что это закрытый ложный пробой на дневке, и мы понимаем, что да, действительно это ложный пробой, то есть у нас здесь на импульса каких-то ложных не выбило, да, если заходить сразу в ложный пробой, потому что это более рискованно. Но также есть и стратегии, которые позволяют заходить в ложный пробой, это, опять же, вы отрабатываете уже внутри дня, потому что есть определенные предпосылки внутри дня. То есть предпосылки, на самом деле, они состоят как из локальных сценариев, так и глобальных. Например, у вас есть на дневке определенный сценарий, определенная предпосылка, но у вас должны быть, если вы хотите зайти внутрь дня на часовике, например, на часовике тоже должна быть определенная предпосылка. То есть у вас идет связка с глобальным и с локальным сценарием. Это что касаемо разворота. Теперь давайте я вам покажу, что примерно представляет собой пробой. Когда вы видите, инструмент идет к определенному уровню и он идет какими барами. Это очень важно. Опять же, предпосылка, подход к уровню АТА и волатильный стаж. То есть если мы видим какие-то параномальные большие бары, конечно же, это больше, скорее всего, с высокой вероятностью, что инструмент пойдет на откат либо на разворот. Теперь, если инструмент идет вот такими небольшими барами, тем более с откатными движениями, что хорошо, это значит инструмент идет плавно, он набирает себе позицию. Сюда инструмент потихонечку идет, потихонечку идет. Мы выделяем, естественно, уровень. Мы видим, что нет глубокого отката, что очень важно, что нет глубокого отката. Тут как-то пытаются, так, тут как-то пытаются откатить. Так, секундочку. Как-то пытаются вот откатить, как-то тут ходят немножечко таким маленькими барами вот так вот. А если даже еще и прилипание показывают, то это очень хорошо. И когда мы видим, что инструмент все, либо он выходит за границу, да, либо он, инструмент показывает, либо у нас закрытие идет под самый хай, да, что очень хорошо, прям близко к уровню. Либо инструмент закрывается за уровнем. И, соответственно, на пробой то же самое, как и на ЛП. То есть вы можете брать, вы можете брать пробой как и на следующий день после закрытия дневки, либо заходить в пробой сразу. Бывает, что пробой пролетает сразу. Когда пробой пролетает сразу, вы смотрите локальный тейпфрейм, потому что там должны быть определенные условия для импульса на пробой. Если вы выбираете следующий день, и следующий день здесь особо далеко не уходил, например, второй бар, он открывается прям вот от уровня, да, вот ваш заход как раз на следующий день, он здесь. Либо вы заходите под дневки, опять же, это ваши условия, сценария, которые вы прописываете, прописываете у своей торговой системы, условия точки входа, скажем так, да, потому что условия точки входа это тоже такой немаловажный момент. Либо вы заходите так же внутри дня и смотрите импульс уже так. Примерно вот так вот, да, выглядит. То есть это я сейчас вам показала такие общие предпосылки, которые, в принципе, они работают на всех рынках. Здесь уже зависит от вашей торговой системы. Вообще, что самое главное? Когда вы садитесь делать домашнее задание, когда вы садитесь анализировать рынок, в первую очередь ваш сценарий должен вписываться в рынок. То есть не так, что рынок должен, точнее, наоборот, рынок должен вписываться в вашей сценарии, а не наоборот. То есть не так, что вы навязаны, пытаетесь там что-то, нету импульса, нету вашей точки входа, вы пытаетесь там как-то заходить. Нет, так не должно быть. Вы вообще не должны особо голову ломать, когда вы не понимаете инструмент, когда вы не понимаете, куда пойдет, какое будет направление инструмента. Вы особо не должны об этом как-то что-то, вот, ну, зачем вы сидите дома, да, когда очень много инструментов, вы можете просто переключиться на какие-то другие валютные пары или на акции, просто спокойно торговать. Рынок, он не всегда понятный, скажем так. Я также его не каждый день понимаю, бывает, что я его понимаю, бывает, что я какие-то инструменты в принципе не понимаю, когда я вижу, что нет моего сценария, я просто не лезу. Вот это самое главное. И когда ваши сценарии, эти посылки уже у вас будут отработаны, вы будете понимать, что вам делать, да, что не делать, и, соответственно, вы не будете совершать каких-то глупых ошибок и ловить какие-то непонятные направления. Непонятных направлений, непонятных сценариев, непонятных хаосных каких-то заходов у вас не должно быть. В принципе, все. В принципе, все, что я хотела сказать по направлению, по, в принципе, по анализу рынка, да, на что вы в первую очередь должны обращать внимание, из чего должна состоять ваша торговая система, какие должны быть условия захода, параметры точки входа. Это все у вас должно быть прописано. Всем спасибо за внимание. Спасибо тем, кто посмотрел данный ролик. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, это ваша благодарность. Также подписывайтесь на канал Герчуков, кто еще не подписан. И всем до встречи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok